Ну что, уважаемые друзья, добрый день еще раз всем. Меня зовут Радик, разрешите представиться. Я представляю телеканал Универ ТВ, работаю руководителем студенческой службы новостей. И следующего спикера представлю вам я. Его зовут Максим Корнев, это ведущий эксперт Института развития интернета, экосистемы образования, да? Правильно. Доцент кафедры телевизионных, радио и интернет-технологий Института масс-медиа Российского гуманитарного университета. И тема его мастер-класса «Новые медиа в цифровую эпоху». Аплодисменты и мы начинаем, давайте. Мне в этот микрофон зачитывать или здесь работает? Давайте попробуем включить. Давайте вот это попробуем. Всем привет, надеюсь, что еще с обеда вернутся бойцы. Я правильно понимаю, что здесь мы с вами с разных регионов, да, из разных точек приехали, но это замечательно. Ну все так или иначе студенты, да, или вот как раз есть люди, которые уже работают, да, в пресс-службах, где-то вопрос был. Правильно понимаю, да, что не только студенты. Значит, смотрите, какая штука. Когда я думал, что можно рассказать за час, я перебрал там несколько вариантов и остановился на таком, с чем я вот столкнулся буквально на днях, когда у меня пошли опять новые курсы. С тем, что люди, приходя на журфак, неважно там или на курсы повышения квалификации, тебя внимательно слушают, а потом начинают задавать вопросы, которые, в общем-то, наверное, лучше было задать в самом начале. То есть мы по факту говорим с ними на разных языках. И для того, чтобы не говорить на разных языках, вот мой мастер-класс будет посвящен пониманию и мышлению, определению того, с чем мы имеем дело. Ну, собственно, меня уже представили, поэтому я не буду здесь долго акцентироваться. Скажу только, что посмотрите внимательно на издание «Журналист». Ну, он журнал в классическом смысле, но теперь это уже такая мультимедийная платформа, да, в которой вы найдете и клуб, и образовательные мероприятия в формате вебинаров, в офлайне. И разные возможности от наших партнеров. Ну, в общем, не буду сейчас заниматься здесь большой рекламой. Наберите журнал «СТРУ», посмотрите, обязательно что-нибудь для себя найдете. Ну, и можете вот нас, как «Медиатулбокс», есть еще у нас параллельная такая с коллегами, даже не называл бы это работой, скорее, это наш такой тоже клуб по интересам, где мы помогаем понимать как раз, что происходит в новых медиа, как раз выступая на разных мероприятиях, как раз подготавливая различные статьи и проводя тренинги, мастер-классы и помогая редакциям становиться лучше. Ну, в общем, на первом нулевом слайде вы видели там и сайт «Журналист», и сайт «Медиатулбокса», можете на нас опять же там подписаться. Значит, первое, что я хотел бы, чтобы вы сейчас сделали, ну, достаньте там свои блокнотики, у кого они есть, кто в телефоне пишет, пишите в телефоне. И мы сейчас с вами пойдем, ну, по крайней мере, первые пять определений по такому пути. Я говорю какое-то, значит, слово, а вы мне, ну, кто-нибудь с места вначале говорите, как вы его понимаете, как вы дали бы этому определение, и почему это важно. Дальше я, собственно, объясняю, почему это важно, и объясняю, как я это вижу. И у меня все эти понятия, они цепляются одно за другое. То есть это такое облако тегов, да, это не словарь, где они как-то написаны там в шахматном или в каком-то там алфавитном порядке. Это облако тегов, да, где мы смотрим на то, как они взаимосвязаны. Ну, вот поехали с самого первого и главного, да. А, забыл вам еще сказать главную вещь, что, значит, был такой философ Рене Декарт, основатель такого философского, значит, направления к картезианству. И, значит, он говорил такие вещи, что определение слов избавляет от многих заблуждений. То есть, как вариант интерпретации высказывания, мы бы избавились от половины своих неприятностей, если бы могли договориться о значении слов. Вот как раз конвенция, договоренность о том, что мы называем какими понятиями, какими терминами, это очень важно. И мне кажется, что это не лишнее упражнение для всех нас, в том числе и для меня, я регулярно пересматриваю также свои, значит, представления о чем-либо. Ну, погнали. Значит, диджитал, что это такое? Окей, называйте цифры, как хотите. Ну, фраза с места, любой кто-нибудь скажите. Вот вы слышите диджитал, что вы сразу представляете? Большой экран? Телевизор цифровой? Или что? Вот, прекрасно. То есть, чувствуется у человека технически хороший бэкграунд. Я немножко больше про гуманитарную составляющую, поэтому не буду томить. Про диджитал я считаю, что нужно рассуждать в терминах среды и экосистемы. Мне очень нравится такая, собственно, метафора, что любой объект, погруженный в цифровую среду, меняет свои свойства и несколько по-другому себя ведет. То есть, автомобиль на дороге хорошо, когда с шинами, но под водой вам не нужны шины, вам, собственно, нужна некая емкость с винтом, чтобы перемещаться в этом. То есть, не нужно думать, что цифра просто копирует все, что есть. Она, безусловно, перенимает те основные вещи, которые уже существуют в оффлайном мире, но она очень сильно модифицирует их возможности. Ну, про возможности можно долго говорить, чуть подальше об этом скажем. Главное, чтобы понимать, что диджитал – это именно не просто форма кодирования, это техническая сторона, которая, безусловно, важна. Но диджитал для нас, как коммуникаторов, это та среда, в которой люди, собственно, общаются, коммуницируют, находят какие-то формы взаимодействия. И насколько хорошо мы понимаем свойства этой среды, настолько же хорошо мы можем выстраивать там коммуникации. Ну, следующее, за что цепляется мозг – это понятие «новые медиа». Оно… ну, не буду подсказывать, но «новые медиа», вы слышали это слово, что у вас сразу в голове срабатывает? Что такое новые медиа? Не срабатывает. Старые медиа, может быть, у вас срабатывают. Давайте, давайте, конечно. Можно с места просто не поднимать. Ну, вот, социальные сети, да-да-да-да. Ну, окей-окей, не обязательно даже микрофон. Да, ну, то есть, видите, вот новые медиа для вас в этом контексте, они органично связаны с социальными медиа. Да, давайте говорить не только там про сети, а все-таки, корректнее говорить, социальные медиа. Да, то, что сейчас наиболее активно используется в общении, да. И тут, конечно же, тоже нужно понимать, что, в принципе, я бы, например, отнес к новым медиа «все новейшие технологии в коммуникациях». Ключевое слово – это, конечно же, цифровые компьютерные технологии и все это на базе сетей связи. Ну, мы сейчас имеем в виду интернет как глобальную сеть, но сейчас, например, другая есть тенденция. Пока она еще такая, знаете, маргинальная, но то, что было маргинально вчера, может завтра стать мейнстримом. Если вы знаете, есть еще такие мэш-сети, так называемые, это сети, создаваемые на лету. То есть, например, если вы поставили себе фарчат, и вы там, допустим, на каком-нибудь невыбитаемом острове, да, у вас есть солнечные батареи, то вы можете создать свою сеть из сети тех устройств, которые есть. То есть у вас каждое устройство будет и приемником, и передатчиком. А почему это важно сейчас? Потому что, как вы знаете, сейчас развивается интернет вещей, развивается такая автономность некоторых различных девайсов, да. И, в общем-то, уже не за горами то время, когда эти устройства будут создавать на лету некие коммуникационные сети, даже, может быть, в них не будет участия человека, да. Допустим, то же самое беспилотный автомобиль, когда он попадает в сеть такую вот на лету, да, он, соответственно, координирует свои действия с остальными участниками движения, и человек в этом смысле не участвует. То есть вот эта тема, она гораздо немножечко шире, гораздо шире, не немножечко все же, чем только воспринимать ее как социальные медиа, которыми мы общаемся, да. То есть это, в принципе, коммуникации, которые могут оставлять за скоками человека, да. То есть мы привыкли к ситуации общения человек-человек, да. К ситуации человек-машина мы более-менее привыкли, ну, поскольку там, в общем-то, сейчас вы знаете, да, голосовые помощники, алгоритмы, все это модно. Вот, но ситуации машина-машина пока в массовом таком потребительском смысле мы не привыкли. Ну, надо будет привыкать. Поэтому медиа – это все, что помогает нам, собственно, общаться, ну, и помогает общаться не только нам, а в том числе машинам, алгоритмам и так далее. Поэтому для меня лично, вот, опять же, определения у этого нет границ. Для кого-то новые медиа, наверное, до сих пор это сайт при какой-нибудь, может быть, газете, да. Но новые медиа – это вот именно тот самый пласт, который основан на цифре, на компьютерах и на сетях. Окей. Ну, собственно, такой слайд немного, чтобы поиграть с понятиями, да. Собственно, понятие «новые медиа» можно применить в разные приставки, которые вы часто видите, да, там «гипер», «интер», «транс», «мульти». И, в общем, если состыковать вот эти понятия «медийность», «текст» и «активность», да, вы, скорее всего, получите какой-то такой термин, который будет вам, может быть, даже не столько объяснять, сколько давать некое такое ощущение, что вот, в общем, это что-то с этим связано. Поэтому дело не в терминах, дело не в количестве новых определений, дело в том, на чем все базируется, да. Вот здесь вот с технической стороной как раз больше все связано, да. Если в первом смысле мы говорили про все-таки больше гуманитарную составляющую диджитала, то вот, как ни странно, в новых медиа прозвучало вначале про общение между людьми, а на самом-то деле все-таки платформа здесь больше техническая. Поэтому вот это вот ощущение у вас должно быть о том, что мы все время существуем на стыке новых технологических решений, каких-то быстрых изменений, каких-то тенденций, которые сменяют одна другую. То, что, еще раз говорю, было маргинально вчера, завтра может стать основной технологией, с которой мы будем все жить и работать. Именно в этом ключе я предлагаю всем мыслить, потому что мы не знаем, да, какая завтра будет превалирующая форма передачи сообщений, да. Сегодня мессенджеры, скажем так, выталкивают то, что мы привыкли называть социальными сетями. Но если посмотреть поглубже, то все эти платформы для общения, они по большому счету берут друг у друга какие-то вещи, да. Мессенджеры берут то, что было у Фейсбука, да. Фейсбук берет то, что было у мессенджеров. Он один из первых тоже начал это делать. То есть очень важно именно понимать, что стоит за этими словами, потому что жонглирование понятиями, оно не приближает вас к пониманию, да. Самое главное видеть, за счет чего это меняется. А меняется все за счет того, что, повторюсь, технологии идут вперед, и за ними пытаются поспевать социальные практики, то есть люди. Люди пытаются поспевать. И вот наша задача, да, как коммуникаторов, как раз осваивать эти новые технические территории, пространства с помощью тех социальных практик, которые нам доступны. Ну, условно, если у нас есть, что называется, опыт или отдел разработки, мы можем делать свою территорию. Если нет, мы осваиваем чужие, как вот те самые там паблики ВКонтакте, там каналы в Телеграме и так далее, да. Поэтому вот и студентам, и всем, и себе тоже очень настоятельно рекомендую осваивать разные новые среды, которые нам предлагают, в том числе вот уже созданные кем-то платформы. В этом смысле, ну, никто не знает, куда вас это приведет, да, поскольку, скажем, там, когда ВКонтакте так же начинались, никто не знал, что можно их монетизировать, да. Ну, не было такой мысли. Я имею в виду монетизировать не теми инструментами, которые предлагает вам сама платформа, а просто вот за счет того, что вы делаете некую концепцию и за счет этой концепции развиваетесь. Поэтому технологии плюс то, что уже делают люди, плюс ваша сноровка, смекалка, а почему бы не попробовать так, это самое главное как раз для того, чтобы вся эта история двигалась вперед. Третье понятие — интерактивность. Что такое интерактивность? Без интерактивности, пожалуй, наверное, сейчас будет тоже не очень весело. Вот вы сейчас должны проявить интерактивность. То же что и? Слушайте, ну вы прямо вот, я просто чуть вперед пройду, да. Почти же то же, что вовлеченность. Опять же, не буду томить. Ну, собственно, интерактивность — это, если говорить таким прям наукоемким, наукообразным языком, это способность информационно-коммуникационной системы, и КТ-системы активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. То есть это способность на определенный импульс, давать импульс в обратную сторону. Неважно, в каком это будет виде. В виде лайков, в виде перепостов, в виде осмысленных комментариев или в виде каких-то других действий, итераций. Как вам платформа дает, так она, собственно, и возникает. Опять же, не нужно думать, что понятие интерактивность изобретено с цифровой средой. Безусловно, интерактивность есть на телевизии, на радио. Интерактивность даже будет в определенном смысле, если вы гонца пошлете или голубя. Но только эта итерация и ее интерактивность будут очень и очень разнесены во времени. Поэтому степень интенсивности и степень сжатия времени для интерактивности очень важны, принципиально важны. В этой ситуации без самого понятия интерактивность вообще теряет смысл понятие социальной медиа. Поскольку если мы говорим про некую публикацию и некое вещание, как это, допустим, было в до цифровую эпоху, все-таки доминировало вещание, доминировала публикация. Сейчас обратная история доминирует коммуникацией. В большей степени люди хотят не только потреблять, но и сами производить. Вот это понятие просюмер. То есть это одновременно и продюсер, и консюмер, то есть и создатель, и потребитель. То есть мы с вами привыкли к тому, что мы можем оставить комментарии, мы можем сделать перепост, мы можем трансформировать какое-то сообщение. В этом смысле все мы авторы и создатели, но, опять же, это все возможно благодаря вот этому свойству. То есть раньше вы, конечно, тоже могли написать в редакцию, и получите вы ответ, не получите. Это зависело и от редакции, и от многих причин. Но сейчас вы можете это делать потенциально на неограниченную аудиторию в несинхронизированном во времени ритме, и, собственно, когда угодно, и как угодно, и с кем угодно. В этом плане, конечно, понятие интерактивность сейчас стало ключевым. И для вас, опять же, для себя вы можете фиксировать какие-то особенности, которые важнее всего вам. То есть в интерактивности, еще раз повторюсь, нет чего-то такого, чего не было раньше. Просто возможность масштаба и возможность охвата, она, безусловно, сейчас совершенно иная. Значит, правильно вы сказали понятие вовлеченность. А вот что такое вовлеченность? Вот если мы говорим про интерактивность как способность среды откликаться, как способность или возможность, потенциал другого ответить на какое-то сообщение, вот тогда что такое вовлеченность? Ну, заинтересованность. Ну, окей, да, в том числе. Ну, вот как бы вы сказали, вот этот человек вовлечен. Вот он во что вовлечен? Он что-то… Ага, да, да. Активную часть в каком-либо процессе. То есть для того, чтобы вовлечься, у человека должны быть на это какие-то мотивы. То есть у него должно быть какое-то важное для него сообщение. До него должно оно дойти, чтобы почему-то у него включился режим «Ах, нет, подождите». Или хотя бы режим ленивого лайка. Или хотя бы режим «Дочитать до конца, до середины». Ну, или хотя бы зацепиться за заголовок. То есть вовлеченность, она тоже характеризуется той самой интенсивностью. И, конечно же, можно там даже в некоторых смыслах говорить про равенство той самой интерактивности и вовлеченности. Но все же вовлеченность – это то свойство, без которого сейчас довольно сложно как раз ту самую интерактивность обеспечить. То есть если интерактивность – это потенциал среды, то вовлеченность – это, безусловно, действие человека. Вовлечься может только человек. Ну, то есть мы, конечно, можем наблюдать там битву ботов в комментариях, но называть это вовлеченностью было бы странно. Скорее, это имитация той самой вовлеченности, которая вовлеченностью на самом деле не является. И, конечно же, это не контакт с аудиторией, конечно же, это не доверие, это не лояльность, это ничего, это просто вот фейк. Поэтому вовлеченность, оно связано с человеком. Как бы мы этого не хотели, мы должны вовлекать людей. Отсюда, собственно, следующая мысль о том, что какие бы ни были технологические изменения, какая бы ни была там среда, главное все равно, ну, по крайней мере, для нас как коммуникаторов, это, конечно, человек. Мы используем те технологические возможности, которые нам даны, или которые мы можем трансформировать или выжать из них максимум того, на что они способны, но в конечном счете все равно человек. И это ведь очень наглядно было, например, видно по тому, как в первой волне появления сайтов, когда появилась поисковая оптимизация, когда появились поисковые системы, так называемые веб-мастера, как раз, так сказать, с техническим больше уклоном, начинали оптимизировать сайты повторением одних и тех же слов, ключей. Постепенно, если вы так следите за этой темой, если нет, собственно, я вам это вкратце объясняю, что поисковые тоже алгоритмы пришли к тому, что нужно делать для людей. То есть тексты должны быть для людей. И совсем уж, как говорится, из этого такой вывод, что в конечном счете все равно человек в том числе определяет качество текстов. Вот если вы сейчас зайдете на Яндекс и наберете там в поиске Яндекс.Толока, кто-нибудь знает, что такое Яндекс.Толока, такой вот сервис есть? Вот посмотрите, это, по сути, огромная сеть помощников, ну, там, за небольшие деньги, за мелкий прайс, что называется, которые помогают определять соответствие, релевантность картинок, запросов, текстов. То есть я тоже, например, безмерно верил в алгоритмы и продолжаю верить в алгоритмы когда-нибудь в будущем. Но сейчас, просто чтобы вы понимали, да, все равно в конечном счете стоит, сидит, лежит человек, который так или иначе стыкует, соединяет те или иные смыслы. Поэтому вот наша задача мало чем отличается от стыковки поисковых запросов. Наша задача, да, стыковать людей и помогать им находить те смыслы, находить те вещи, за счет которых вот эта вовлеченность будет создавать нам тот самый объем коммуникаций, которые, ну, в общем, мы призваны создавать, да, и как возможность, имеется в виду, как некие платформы, да, или там какие-то проекты, которыми мы заинтересуем людей, так и тот контент, который в рамках этих проектов, платформы мы потом создаем. В этом смысле, вот, кстати, вот этот слайд, он больше про техническую, опять же, сторону. У меня все время так, от технологий к человеческому. Вот всем рекомендую разбираться, начинать с метриками, потому что вот я гуманитарий, я в Excel-ах и в ваших цифрах мыслить не обязан. Это неправильная постановка вопроса, потому что без инструментария, без замеров, без каких-то контрольных точек очень сложно определить, в принципе, что мы делаем, с каким результатом и так далее, да. Поэтому, вот, опять же, к сожалению, вот здесь я констатирую, что идея считать вовлеченность, вовлечение, этот engagement, то, как она считается сейчас, вот на данном этапе, она вот такая, да, то есть мы суммируем просто все реакции, ну и дальше там делаем из них какие-то коэффициенты, какие-то производные, да, условно говоря, можно посчитать вовлеченность страницы ВКонтакте за день, да, там суммарно лайки, шеры, комменты будут там вводить цифру тысячу. О чем это нам говорит? Ну, о чем-то да говорит, но тут надо, опять же, соотнести с количеством опубликованных постов за этот день и посмотреть на количество подписчиков. Тогда у вас будет понимание, насколько у вас вовлечена аудитория, на которую вы работаете. То есть можно сделать один пост на аудиторию в тысячу человек и получить вовлеченность тысячи, а можно сделать 10 постов на аудиторию в миллион человек и тоже получить тысячу. И, собственно, как вы понимаете, цена этой тысячи совершенно разная. Вот. Вот это вот нам все равно необходимо, и все это нужно делать уже сейчас, поэтому рекомендую почитывать всякие разные сервисы, теперь уже, да, такие медиа-сервисы, как то КосРУ, РБРУ, ВЦРУ, наверняка вы знаете ВЦРУ. Я надеюсь, что знаете. Поскольку вот эти метрики и вот эти подходы к тому, чтобы учиться немножечко быть маркетологом, это сейчас важно, поскольку мы, проектируя ту или иную коммуникацию, ну или там интуитивно это делая, что по сути знак равно, если вы понимаете, как это делать, то вы все равно должны на конечном звене как-то померить, посчитать. Возможно, что-то будет сейчас еще более тонкое, более точное, алгоритмы начнут давать вес лайкам, шерам, измерять социальный капитал. Это все тоже уже на самом деле активно развивается. Опять же, дико рекомендую посмотреть на всякие разные системы аналитические, которые дают возможность замерять те или иные параметры. Ну там среди российских это там медиалогия, бренд аналитикс, ну там есть еще по социальным медиа ряд систем. Вы это все без меня легко найдете в любой подборке по запросу системы анализа или метрики для социальных медиа. Вот это слово вовлеченность, такое вот эмоционально и человеческое, как ни странно, очень жестко связано с понятием метрики, поскольку если понятия метрики нет, то слово вовлеченность, оно остается пустым, и вы его не сможете даже никак измерить. Поэтому вот это понятие очень вам рекомендую записать в блокнотик или на подкорочку и жить с ним дальше долго и счастливо, поскольку чаще всего именно этого требуют работодатели, либо ваш проект, если вы пытаетесь его как-то двигать вперед. Моя тоже одна из любимых тем, что же такое мультимедийность, что такое мультимедиа, что такое мультимедиа, на ваш взгляд. Разные форматы, текст, видео, звук. Вот. Я немножечко возьму на себя смелость сказать, что нет. Это мы имеем уже последствия как бы реализации мультимедийности. То есть это вы описываете тот самый уже контент, мультимедийный контент. Если говорить про само понятие мультимедия и мультимедийность, это то, как человек воспринимает информацию из внешнего мира и по каким каналам одновременно он ее получает. То есть мульти, как бы много, и медийность, как некая посредническая история, которая помогает вам из точки А в точку Б передать сигнал. Это вот как раз про это. Почему я говорю про это? Потому что то мультимедия, к которому мы привыкли, глядя на экран, плоский экран сайта, видя там видео, звуки, читая тексты, это все здорово, и оно остается. Но как вы знаете, опять же технологии и неугомонные люди не сидят на месте. И мы сейчас с вами имеем довольно большой набор уже разных расширенных реальностей. Как-то дополненная реальность, виртуальная реальность, еще понятие такая mixed reality, то есть смешанная реальность, когда камеры, соответственно, снимают полностью то, что есть у вас, и, например, могут частично или полностью заменить текстуру того, что она видит. То есть это как бы и дополненная реальность, когда слой наслаивается на то, что мы видим, и одновременно вымышленная реальность, но с элементами той или иной степени того, что есть. И вот в этой ситуации как раз мультимедийность все более и более идет по этому пути. Например, есть уже даже, ну не знаю, по крайней мере в Москве я вот все хотел сходить, игрушка, собственно, гангар, вы берете какой-то автомат, значит, вас в команду с шлемом виртуальной реальности, и там, как обычно, какой-то зомби-апокалипсис, и вот вы там спиной к спине отстреливаетесь. И здесь вам, в принципе, могут создать дополнительные эффекты в виде определенных запахов, да, и сейчас есть уже, в общем-то, на рынке, другой вопрос, есть ли там в этом клубе непосредственно костюмы, которые имитируют, собственно, попадание пуль, ну то есть там вам как-то будет щекотно, не знаю, степень боли того или иного, значит, вот этого попадания. Вот, есть какая-то совершенно дурацкая разработка, кажется, опять японцев на этот счет, у них много интересных и иногда бестолковых вещей, таких вот, просто для того, чтобы они были, или для того, чтобы как-то, видимо, удивить публику, сделали такую, значит, штуковину для передачи поцелуев на расстоянии. То есть вы ставите приложение на смартфон, берете такую непонятную, значит, бесформенную силиконовую штуковину и целуете ее и на том конце, значит, поцелуй проходит. Это я говорю к тому, что, собственно, мультимедийность здесь представлена в том числе и в тактильных выражениях, безусловно, генераторы запахов, вкусов, там, я думаю, это тоже вопрос больше скорее готовности рынка и готовности людей за это платить, а не техническая особенность или проблема. Поэтому, когда вы думаете про мультимедийность или что-то там изобретаете или смотрите на нее будущее, то думайте, пожалуйста, не в категориях, что я сейчас сделаю вот это, это и это. Думайте о том, как вы зацепите на том конце человека и какие органы чувств в этот момент у него будут примерно как срабатывать. То есть здесь, конечно, очень сильно вклинивается в наше ремесло, мастерство, как угодно, сценарная, работа с переживаниями. То есть вот этот опыт, который человек получает в процессе, это самое важное. Даже есть такое мнение, концепции, наверное, вряд ли это пока можно назвать, хотя, не знаю, может быть, уже и есть концепция, что задача современных, новых, цифровых, каких угодно, медиа, ну опять же, потому что инструментарий расширился, это не столько давать информацию, сколько создавать некий опыт. То есть опыт от прочтения или от просмотра, от погружения, от взаимодействия с сообществом. То есть мы с вами, по идее, должны делать не контент даже, контент – это промежуточное звено, целить мы должны в опыт. То есть мы должны проектировать те переживания и те вещи, которые останутся потом у человека в голове, в душе, там, не знаю, на подкорке. Вот это важная мысль и, собственно, понятие мультимедийности, оно здесь чуть-чуть глубже, чем просто объяснение форматов мультимедийных, которые в данный момент популярны. Ну, в данный момент они популярны, а через пять лет, наверное, будут и те самые форматы, о которых мы говорили, более распространены. Вот. Значит, с этого момента я уже не буду там вас мучить по поводу ваших определений. очень важный, мне кажется, элемент современных коммуникаций и вообще того, что происходит, что происходит. Это понятие вирусность или виральность как угодно. Я тоже думал, как это определить и для себя выявил, что это способность к лавинообразному распространению и репликации некого контента. То есть понятие вирус и вот следующее будет понятие мем, довольно часто путают, хотя тоже насчет содержания этих понятий много споров и нет, конечно, никакого консенсуса, но я вам предлагаю то, что предлагаю. Вирус это или вирусность, виральность это состояние информации, в котором она соответственно распространяется лавинообразно, захватывая все больше и больше единиц не знаю, как мы это будем называть, людей, их включенных сознаний, их включенных вот этих самых вовлеченностей. То есть когда говорят мем равно вирус, это не совсем верно, поскольку вирусность, например, присуща каким-нибудь таким паническим часто и фейковым сообщением, в родительском чате появляется сообщение срочно внимания всем в булках иглы наркоманов со спидом. Распространите дальше, иначе будет беда. Ну и вот такие волны или там ужас у школ раздают жвачки с наркотиками. Ну вот собственно в таком духе виральные вирусные сообщения регулярно волнами прокатываются по как раз самым скажем так информационно незащищенным и неготовым к таким агрессиям сообществам, родительским чатам условно. И в этом плане про мем, про меметичность, про какую-то культурную ценность наверное можно говорить только со стороны исследователей, кого это интересует как явление. И наоборот очень часто то, что мы называем мемом, перехожу уже к этому. Это может быть очень локальное явление. Вы можете придумать даже на двоих какой-то мем, это какая-то будет для вас понятная закодированная информация, некая шутка, прибаутка, которая в принципе остальным будет непонятна. Но при совмещении вот этих двух вещей получается тот самый эффект, который мы имеем в виду, когда пролистываем какую-нибудь МДКшечку или смотрим что-нибудь в телеге в каких-нибудь сообществах, которые просто агрегируют все эти мемасы. И опять же идея мема в том, что это некая единица информации, некая такая элементарная частица, а вирус это вирусность, ну вирус окей, можно назвать мем-вирусом, когда он как раз вирусно распространился. Это как раз то, что мы имеем на выходе, когда успешный мем действительно цепляет и вовлекает людей. Как вы понимаете, с понятием вовлеченность, понятие вирусности и мема связаны напрямую, иначе бы не было столько внимания, интереса к этому всему. Ну опять же, по мему очень много споров. Словечко там пришло из книжки Ричарда Докинза, он в общем-то не совсем про культуру там писал, но потом это как-то зацепилось за наши какие-то медийные структуры. И вот пошло-поехало. Стали называть это мемами. И в этом плане конечно то значение, которое сейчас, оно вообще как бы очень сильно разнится и очень сильно плавает, скажем так. Поэтому вам в любом случае нужно будет работать вот с этими вирусными кодами, вирусными, но я имею в виду, когда вы уже делаете успешную коммуникацию, которые будут цеплять ту или иную группу людей. А вот ту или иную группу людей я сейчас чуть поясню. Вот этот слайд я взял с разрешения Маши Валикжайна Донской. Это как раз барышня, которая отвечает за и креатив, и продажи в МДК Creative Agency. Сообщество МДК можно относиться по-разному, но чего у них точно не отнять, это способность и умение мимифицировать, то есть превращать в мемы в том числе и коммерческие заказы, не говоря уже о том, что они там нагенерировали столько мемов, в том числе довольно некрасивых, мягко сказано. Но меж тем, к технологии мастерство это этическая сторона, сейчас мы ее не прикладываем. Значит, с точки зрения мемов, вот эта вот картинка, которую вы видите в очках и с кинутыми руками, вот скажите, что это? Кто это? Боярский, а еще? О, ничего себе, все правильно. И вот когда мы показывали эту презентацию на аудиторию старшего более поколения, газетчиков из регионов, очень сразу было видно, они считывают только Боярского, но ничего себе для них сливается вот с этим безумным фоном, они как бы не считывают, что это вообще что-то несущее смысл. Вы же, понятное дело, считываете это в момент. И именно в этом как раз и сила и интересность того, как работают мемы, что для того, чтобы пробить вас информационный и сразу вызвать какой-то отклик, ему нужно даже иногда доли секунды. То есть вы автоматом считываете какие-то коды, посылы, которые в них есть. И самое, конечно, интересное, что сейчас происходит, это создание мемокомплексов или эволюция этих мемов, или их мутация, их гибридизация, причем часто искусственная. То есть мы можем делать это осознанно, и это, мне кажется, тоже очень большая интересная возможность. То есть не обязательно же превращать все в шутки-прибаутки, очень часто как раз какие-то меметичные истории помогают вам зацепить, удержать и, собственно, вовлечь того самого читателя, зрителя, потребителя, как угодно его можно назвать. И, опять же, немного фактуры из их наблюдений, что хорошо работает в плане мимификации. Некий кадр из кино или актер, понятно почему, потому что это предмет массового, так сказать, понимания, это массовая культура, он быстро считывается как боярский. Это некая универсальная ситуация, то самое чувство или все знают как или вот что-то там, что-то там и вы сразу автоматически считываете это по тому, что с вами было подобное либо вы что-то подобное ощущали. Безусловно, мимика, выражение лиц это всегда работает. Собственно, на этом построены все рейдж-фейсы, эмоджики, которые с лицами связаны и так далее. Ну и, соответственно, надписи, смысл слов, как он есть, иметь в виду такая naked truth, голая правда, когда начиналось это с демотиваторов, сейчас это в духе каких-то, опять же, небольших, коротких, емких текстов, подписей, когда, собственно, обнажается некая правда, о которой не принято либо говорить, либо вы это так внутренне для себя ощущаете, подозреваете, что оно так и есть, но кто-то произнес это до вас слух. И по тексту, мемы внутри текста, это когда, собственно, используются разные пасты. Ну вот сейчас не буду пропагандировать одного из кандидатов, может быть, знаете, типа, я на выборы никогда не ходил, но сейчас обязательно пойду. И куча шуток из этого. То же самое мне очень нравится, типа, а ты правда филолог? Да. Скажи что-нибудь пофилологически. И там дальше какая-то фраза смешная, либо как раз уже копирующаяся из какого-то предыдущего мема, и она очень умно обыгрывает вот эту ситуацию. То есть на самом деле вот эта игра смысловая, это очень интересная, это прям, я считаю, действительно полезный навык для тренировки мозгов и умения работать с аудиторией, вовлекать, поэтому также рекомендую вам обратить на это внимание. И, кстати, не могу не порекомендовать книгу коллег из ВШЭ, Светлана Шомова написала книжку мема, как они есть, и, соответственно, вот рекомендую. Я ее, правда, сам еще никак не могу нигде поймать, потому что я захожу в дом книги, ее нет, я закажу сюда, нет. Я говорю, иди на сайт, закажи, она приедет. Я говорю, ладно, сейчас вернусь и закажу. Я думаю, что как раз, если вы хотите вдумчиво и основательно разобраться в этой теме, эта книга, безусловно, вам поможет. В конце расскажу еще про то, что еще можно почитать со своей стороны. Значит, комьюнити, комьюнити, словечко такое, заморское. кто-то говорит, почему гришь комьюнити, почему ты гришь сообщество. Да я говорю сообщество, и сообщество это нормальное слово, так же, как и цифра нормальное слово, так же, как и содержание нормальное слово, так же, как и проверка фактов нормальное слово, но для более узкоспециализированной коммуникации слова контент, фактчекинг, диджитал и комьюнити гораздо более емкие и убирают лишние коннотации, и лишние смыслы, ну то бишь лишние наслоения, которые тянутся за ними из языка. На самом деле, наоборот, по-моему, очень классно, когда можно взять голый термин, позаимствовать его откуда-то и нацепить на него те определения и то понимание, которое есть. И это сильно помогает. Вот комьюнити менеджмент, запомните эти два слова, даже может быть аббревиатуру КМ. И мне кажется, что это одна из профессий будущего, поскольку она как раз про те самые коммуникации, не про генерацию информации, контента, а значит и вещание, и трансляцию, что, безусловно, тоже нужно. Это не противоречит всему предыдущему, просто это как бы следующая задача, которая стоит перед всеми. А задачи управления теми самыми идентичностями, пониманием людей в данном сообществе, кто они, зачем и что они там делают, собственно, управлением их ценностями, их динамикой, насколько они между собой вовлечены, взаимодействуют, как они внутри живут. Кто когда-нибудь занимался там или, ну, занимался, игрался в какие-нибудь игровые штуковины, наверняка там так или иначе участвовал в каких-нибудь комьюнити, связанных с играми. Особенно с онлайн-играми, это, безусловно, отсюда растут ноги, например, там, российской, да, традиции этого комьюнити менеджмента. Сейчас комьюнити менеджмент только-только начинает проникать, его начинают осознавать как раз те самые компании, бренды, которым нужно вести работу со своими потребителями. То есть это уже не просто customer care, да, забота о потребителе. Это вовлечение в его интересы, жизнь, это работа с ним на равных, по сути. Есть, конечно, такое направление, да, как работа, например, с блогерами, когда из них делают там амбассадоров или там инфлуенсеров. Чаще всего это заканчивается просто тупой джинсой, покупкой блогера на размещение каких-то, значит, публикаций. Вот мой вам совет, соответственно, не идти по этому пути, а искать возможности построения целостного комьюнити, сообщества, которое понимает, зачем они собрались, что они могут в рамках этого комьюнити делать и как они будут взаимодействовать. То есть вы должны создавать эту динамику, да, драйвить их, двигать их вперед. Вот. Мне кажется, что у медиа будущего, опять же, есть будущее тогда, когда у него есть комьюнити. Например, чтобы не быть голословным, мне дико нравится то, что делают ребята из Батенька, да вы трансформер. Кто знает Батеньку? Ну, замечательно. Кто не знает, набираем батенька.ру. Идите в раздел у нас или там о редакции, почитайте, что они творят. Они называют себя орденом, они говорят про постапокалипсис, они говорят мир в огне, в конец света произошел, а мы такие, значит, наблюдатели, которые его описывают с разных сторон, в разных жанрах, с разными вообще там мультимедийными, медийными и оффлайновыми возможностями. И вокруг этой идеи формируется комьюнити профессиональных, не очень профессиональных медийщиков, но меж тем. И вот эта идея, она объединяет людей, и комьюнити, по-моему, у них растет, ну, просто вот уже какими-то такими, даже уже исполинскими, может быть, масштабами, ну, конечно, исполинскими в больших кавычках, я имею в виду по отношению к тому, с чего начиналось. И у них есть прекрасная форма работы, они проводят, так называемые, открытые планерки, когда любой может прийти на нее, чаще всего в формате посиделок в баре, причем, забегая вперед, у них есть своя марка пива, ну, то есть они делали когда-то что-то для крафтовых пивоваров и сделали такой экобренд, да, коллаборацию, у них свое пиво есть. Вот, у них такой логотип очень узнаваемый, они, кстати, и вещи выпускают, то есть мерч, то, что называется. И вот таким образом они, создавая вот это комьюнити, сообщество, генерируя вот эту вот оптику, мы смотрим на мир глазами постапокалипсиса, привлекают большое количество талантливых людей и создают какие-то интересные события, возможности и так далее. Вот мой вам тоже совет, подумайте, какие комьюнити вы можете создать, вырастить, причем это же не обязательно, там, тратить на это огромное количество времени или тратить, спасибо Боже, на это деньги, да, для начала. То есть часто ведь какие-то хорошие, интересные сообщества вырастают из какой-нибудь группы ВКонтакте либо поклонников чего-либо, либо людей, собравшихся по какому-то поводу. А дальше прикручивайте к нему, собственно, ту медийную составляющую, то есть начинайте во внешний мир, да, посылать некие импульсы, да, и сигналы, что вы делаете, для чего вы делаете, почему вы это делаете, объясняйте свое мировоззрение, как мир устроен, и у вас, соответственно, с большей вероятностью соберется очень лояльное и очень мощное ядро. То есть можно, конечно, нанять в штат людей, платить им зарплату, которые будут сдавать вам по 30 тысяч знаков и уходить с работы побыстрее, а можно создать комьюнити, которое будет работать на вас. Ну или вы становитесь частью комьюнити для того, чтобы быть частью какого-то сообщества и гордо носить значок или там еще что-то, да. В этом смысле, кстати, мне кажется, у университетов хорошая, опять же, перспектива делать такое вот комьюнити будущего, да, то есть не только, да, все там современные формы обучения, да, важны и дистанционка и прочие-прочие классные вещи, безусловно нужные, безусловно классные, но ощущение комьюнити, ощущение сопричастности и вот эта вот правильная расстановка приоритетов ценностей внутри комьюнити, это дико важно. Вот, поэтому очень рекомендую, конечно, на эту тему посмотреть. И чтобы не быть голословным, ну, это мой хороший приятель, я просто других особо не знаю, кто всерьез пытается рассуждать на эту тему, вот, Федор Скуратов с недавней поры, может быть, даже мы с ним что-то сделаем по этому поводу, мы с ним говорили, и он решил делать такую штуку, написать такой неполный гайд по комьюнити менеджменту. Первую часть он публиковал на ВЦРУ, остальные части он будет по другим площадкам публиковать и смотреть, насколько их комьюнити, то есть это такой эксперимент, откликается на то, что он говорит, критикует, соглашается, неважно, насколько как бы у них вот это, собственно, комьюнити присутствует. Вот, и я вам еще, в принципе, рекомендую поглядывать то, чем он занимается, его команда. Они еще просто одни из немногих, кто активно осваивают экосистемы мессенджеров, ну, в частности, у них сейчас основная площадка Телеграм, они делают комбот, такой сервис, это то бишь боты, которые для групповых чатов дают вам статистику очень детальную, очень интересную. Как раз для того самого комьюнити менеджмента, если вы задумаете делать сообщество внутри Телеграма, да, будете делать там канал плюс чат или только чат, для вас, конечно, комбот это будет первым и главным, наверное, инструментом. Вот, поэтому очень рекомендую вот с этим понятием как-то познакомиться поближе, потому что понятие понятием, но для того, чтобы удержать внимание человека, сейчас требуется, ну, какое-то колоссальное количество усилий. Вы, конечно, можете бомбить его рекламой, вы можете бомбить его вау-эффектами, можете придумывать новые приемы. Это будет вот так вспышка, и человек опять скучает. Если вы погрузите его в какие-то правила игры, создадите вокруг него некую движуху, то бишь создадите некое комьюнити, у вас гораздо больше шансов и возможностей взаимодействовать с ним и удержать его. Поэтому к вопросу тоже, да, о тех же самых пресс-службах, ну, создайте какую-то уникальную ситуацию или уникальную экспертизу, когда вы будете интересны в том числе и журналистам, просто потому, что вы это знаете, вы объединяете какое-то количество людей и так далее. Я вот сам, когда работал, да, пиарщиком, просто мои знания в пиаре сейчас уже нерелевантны, потому что сейчас все по-другому надо делать. Ну, вот я добротал в недвижимости, да, в малоэтажной, загородной недвижимости. Ну, несмотря на то, что это был сегментированный такой кусок, у нас, например, была такая тусовочка, называлась Ранепа. Также, кстати, тот самый Мирекс Групп, там, да, по-моему, по-моему, Мирекс Групп это делал, ну, с их участием. Просто делали раз где-то в неделю, ну, потом реже, такие встречи в баре в каком-нибудь, да, с выступлением какого-нибудь спикера. Чаще всего, конечно, их. Либо, опять же, звали журналистов, которые рассказывали что-то, да, для пиарщиков, пиарщики рассказывали для журналистов. Это был такой неформальный клуб, но, с другой стороны, конечно же, он решал, в первую очередь, задачи тех, кто его создал. Они были определяли, они определяли, что будет на следующем мероприятии, ну, так или иначе, хотя он там был вроде как коллегиальный. Поэтому создание вот таких вот вещей, казалось бы, далеких от медиа, как мы привыкли их воспринимать, на самом деле, что ни на есть, очень даже медийная штуковина, поскольку укреплять сообщество, да, можно онлайн-ово, оффлайн-ово, что мощнее. И не случайно фестиваль ВКонтакте ежегодный, да, проходит в оффлайне. Что ВКонтакте не может в онлайне, что ли, всех объединять и удерживать? Конечно, может, но закрепить, эмоционально поддержать, эмоционально, опять же, закрепить вот эти все вещи, связанные с теми же комьюнити, которые они там, безусловно, собирали и укрепляли, ну, вы можете вот и таким способом. Поэтому комьюнити – это важно. Ну, UGC – это просто маленькая, да, часть, без которой нет того самого ни комьюнити менеджмента, ни того, что сейчас вы делаете, да, поскольку те самые пользователи, юзеры, должны создавать вам контент. То есть user-generated content. Контент, созданный пользователями. То есть цель в том числе комьюнити, ну, помимо того, что вы там объединяете людей, чтобы какая-то коммуникация была, чтобы были какие-то движения, да. Все-таки мы эти движения пока осуществляем посредством контента, а не нейроинтерфейсов. Когда-нибудь и нейроинтерфейсами, наверное, будем в комьюнити. Но контент для нас все равно основной проводник тех идей, ценностей, эмоций, рациональных знаний, которые мы хотим передавать из точки А в точку Б от человека к человеку. Поэтому, когда люди сами начинают генерировать этот контент, когда они сами создают эту активность, а ваша задача, по сути, модерировать и создавать условия для благоприятного создания и циркуляции этого контента, это вот сейчас, по сути, задача номер один. И понятно, что кто-то там, может быть, на первом-втором курсе еще там не научился складывать слова, буквы, но поверьте, в любом случае вот этот продюсерско-организаторский навык, он все равно нужен любому, поскольку, если вы вдруг там захотите стать автономным автором, блогером, блогером, то вам этот навык понадобится, потому что блогера без комьюнити, как вы понимаете, тоже нет. Блогер определяется не количеством подписчиков, которых он накрутил, накупил или нагнал, или когда-то было им интересно, а количеством комментов, хейта, пародий, отзывов о нем и прочих-прочих вещей, которые как раз связаны с вовлечением, пользователем контентом и, по сути, теми сами словами, которые мы все до этого просмотрели. Поэтому на вершине этой пирамидки, такой, несколько нестройной, у нас, конечно же, опять человек, назовем его условно блогер. Я, правда, не знаю, как называть сейчас нынешних авторов. Вот я никогда не слышал, чтобы Дудя называли блогером, но язык не повернется назвать человека, который проработал и на ТВ, знает всю кухню, работает главредом Sports.ru, где, кстати, комьюнити менеджмент на самом высоком уровне это одно из лучших как раз изданий, которое строит себя на UGC, то есть на польском контенте, на блогах, на комьюнити. Но спорт это очень сильная тема, которая объединяет людей и там как раз все на комьюнити, на сплоченности внутри одного, на противодействие с другими комьюнити, на объединениях, на разногласиях. То есть там искрит просто по умолчанию. Нужно просто взять эту энергию и правильно ее упаковать, что называется, дать им площадку, дать возможность. Поэтому, возвращаясь к Дудю, вот как бы говорят там, кто-то дал интервью Дудю. Вот он блогер Дудь? Ну не знаю, наверное, вот в этой ситуации можно назвать и блогером. По крайней мере, я для себя вывел такую формулу, что для меня блогер – это любой автор или группа авторов, которая работает над одним проектом, ну какой-то коллективный, может быть, виртуал. То есть не обязательно же это лицо, это может быть виртуальный проект, ну как бы не существующего человека. До сих пор, допустим, никто не знает толком самый популярный аккаунт в Телеграме – Сталин Гулаг. Кто его ведет? Черт его знает. Пишет бойко, емко, зло, ну непонятно. Ну то есть кто этот человек? Не ясно. Вот, то есть это некий образ, некий виртуал, некий аноним. Но все-таки блогера отличает то, что все равно это некий автор, который генерирует какие-то высказывания. Он делает, безусловно, цифровой контент. Газетного блогера, ну, наверное, можно его, конечно, просто назвать публицистом, но все-таки это не то, да? Это не те возможности и не те инструменты, то есть самой интерактивности, то самого вовлечения существенно меньше. Ну, опять же, конечно, зависит от масштаба личности, но все же. И публичная сетевая дистрибуция. Конечно же, блогер может быть не публичным. Можно слово публичное убрать, но, наверное, все-таки сетевая, в любом случае слово останется, сетевая дистрибуция, поскольку даже если вы будете писать для какой-нибудь корпоративной сети, то, собственно, вы будете писать для сети. И вот эти три вещи, автор, цифровой контент и сетевая дистрибуция, это то, что определяет, ну, вот, понятие блогер. И, естественно, за понятием блогер уже давно стоит более широкий контекст, чем просто человек, которому нельзя доверять и который, в отличие от СМИ, несет всякую чушь, просто потому, что хороший умный блогер, он, во-первых, строит себя уже как полноценная медиа. Вы зайдите на сайт Warlamov.ru и зайдите в раздел реклама. Я вас уверяю, что на 80% конечно не на 80%, но более чем на половине то, что называется СМИ даже зарегистрированных, вы не увидите такого качественного, такого проработанного медиакита и тех форматов, которые он предлагает. И надо, опять же, понимать, что Warlamov.ru это давно уже не один блогер. Опять же, забейте в поисковике «Как устроен Warlamov?» и вы увидите пост Warlamov, кто на него работает, что для него делает. Ну, то есть, надо понимать, что это уже команда такая 10 плюс человек и очень сильно заточена на то самое UGC и на ту самую сеть добровольных помощников, информаторов, людей, которые готовы Warlamovu помогать при приезде в любой город или при прочих вещах, которые он попросит. И вот мне кажется, что эта модель тоже вполне себе отражает то, что происходит. Для того, чтобы делать хорошее качественное медиа, вам, в принципе, нужно только желание, опыт, который вы набьете шишками. И если, опять же, вы хорошо учитесь и не повторяете каких-то ошибок и, опять же, мыслите чуть глубже и чуть дальше, чем те, кто этого опыта не имеет, у вас просто лучшей стартовой возможности запустить какой-нибудь медиапроект. И таких примеров, на самом деле, довольно много. Те же самые вышкинцы, например, если вы знаете «Страдающий Средневековье», паблик, ну, в общем, тоже стал таким своего рода уже культурным, миметичным явлением. И недавно совсем ребята выпустили книжку вместе с, кстати, моим бывшим однокурсником Мишей Майзвельсом как раз про демонологию и, собственно, про откуда «Страдающий Средневековье» берет вот эти картинки для вдохновения, что называется. Вот. Или тот же там электронный журнал «Дискурс». Тоже, если не ошибаюсь, выпускники или даже студенты вышки. Совершенно замечательный, нишевый, умный ресурс для ребят, которые любят подумать и пообсуждать. То есть, на самом деле, очень много возможностей сейчас делать что-либо, не дожидаясь выпуска и не дожидаясь уж тем более приглашения в редакцию. Вы можете это делать уже сейчас и уверяю вас, когда вы будете выпускаться или уже выпускаетесь, любая редакция вас гораздо охотнее возьмет, когда вы покажете, что да, у меня паблик про женскую косметику или про автомобили, но у меня 10 тысяч подписчиков и у меня активность, собственно, вовлеченность 30 тысяч единиц в неделю. То есть, я не просто пишу в пустоту, а люди меня читают, реагируют и почему-то я им интересен. То есть, вы уже умеете работать с аудиторией, вы умеете работать с контентом, а самое главное, конечно, не с контентом, а, собственно, со смыслом. Контент всего-навсего это контейнер, упаковка для того, что вы хотите донести. И в этом плане со смыслом чаще всего бывают больше всего проблем, даже чем с контентом. Более того, очень люблю истории, когда вы можете вообще не производить свой контент. Вы можете его курировать, диджестировать, переупаковывать и делать еще много прекрасных вещей, даже не будучи одаренным писателем, публицистом и человеком, который складно складывает слова. То есть, вы можете это делать просто на голой концепции, на голых, правильных, найденных идеях, инсайтах, на каком-то правильном энтузиазме. Вот. Поэтому, так, бонус я уже не буду, потому что времени нет. Поэтому, вот, собственно, такой у меня посыл и логос. Логос в том, чтобы смотреть по сторонам и следить за технологиями, и за тем, как люди общаются, какие-то появляются новые, интересные, на ваш взгляд, практики. А на самом деле, иногда даже неинтересные для широкой общественности практики или какие-то сообщества, вы как раз можете таким образом медиатизировать, популяризовать, и как раз это будет вашей фишкой. так случилось, что я как раз с МДК как-то общался по разным поводам. Собственно, короткий вопрос, а чем вы вообще занимались, когда запускались и занимаетесь? Сказали очень просто. Мы ретранслируем и переводим на более понятный массовый язык ВКонтакте язык и субкультуру сообществ имиджборд. Ну, имиджборды, это, наверное, все знают сейчас. Двач, Фарчан. То есть, эти люди просто брали, по сути, из узкой субкультуры, довольно специфической, самые яркие образцы, те самые мемы, те самые поводы и переводили их на язык ВКонтакте. И, в общем-то, таких переводных историй тоже довольно много всегда можно найти. И где-то синтезированные, где-то, то есть, когда склеили разные идеи из разных форматов и получилось что-то. Вот, собственно, думайте, смотрите и самое главное просто держите в голове, что для того, чтобы чем-то управлять, для того, чтобы что-то делать, нужно это как-то назвать, понять и ухватить. Собственно, этому и была посвящена моя вот эта вот история часовая, чтобы вы для себя еще потом подумали, посмотрели, почитали, какие важные вещи вам кажутся важными, может быть, у вас будет совсем другой топ-10, что из этого вы бы хотели делать, чем бы вы хотели заниматься. И вот в этих направлениях, собственно, копать и всегда смотрите, как это связано. Поверьте, все связано. И вот чем точнее вы будете себе представлять каждую из сферы, как там можно прокачаться, улучшиться, тем, соответственно, лучше ваш инструментарий и в целом опыт и возможности, которые вам даются. Вот, спасибо, давайте вопросы и будем уже закругляться. Я думаю, у меня минут 5, если есть, то хорошо. Да, пожалуйста. Секунду, микрофон. Спасибо. Не работает. Извиняюсь. меня интересует тема контента со смыслом, потому что вот картинка, которая сейчас висит, на мой взгляд, у большинства из этих товарищей цель хайпануть и создать сообщество, которое просто славит их, ну, так скажем, отсутствие масштаба личности, да, то есть популяризация отсутствия масштаба личности. Ну, как, может быть, я ошибаюсь, но я просто родился в Советском Союзе, наверное, я, ну, как, некоторые вещи не понимаю. Просто мы немножко, да, в разных системах ценностей живем, да, все-таки тогда как раз та самая модель, когда говорящий, вещатель, он же пророк, он же знающий, и, собственно, его знание подтверждалось его статусом, что он имеет право вещать. Сейчас, конечно, ну, как бы демократизация коммуникации, каждый сам себе автор, и они находят ровно ту аудиторию, которую ровно в этот момент это сейчас волнует. И у каждого из них есть какие-то свои, на самом деле, полезности в той или иной степени, но, конечно, пока это все больше такой эмоциональный компот, который, на самом деле, и нужен там их сверстникам, да, потому что они этого не слышат языка, и обсуждение этих проблем не в школе, часто, к сожалению, не в семье, и это скорее проблема общественная. В этом смысле, если вы знаете такого товарища, как рэпер Фейс, да, у него тут, правда, какая-то реконцепция произошла, он теперь матом не ругается и будет молодежь учить, как правильно все делать и, значит, здорово жить, но он не глупый парень и говорил очень простые вещи. Ребята, не будьте таким, как я, вот я на сцену выхожу вам показать, что вот если не учиться жить, как я, и так далее, вот примерно вот такой круг интересов у вас и будет. То есть это просто, ну вот отражение того, что мы имеем, а имеем то, что имеем, и, к сожалению, вот да, часто интересы выходят, не выходят за рамки смазливости или какого-то громкого матерного высказывания с порицанием там и отрицанием устоявшихся каких-то авторитетов и основ. Но мне, например, нравятся блогеры, которые там эксперименты всякие проводят. Ну не челленджи там намазать на себя там 10 раз тысяч помадой или руку обмакнуть в воск тысячу раз, хотя это тоже, наверное, забавно, но ребята, которые там ставят какие-то научные эксперименты, околонаучные, которые делают какие-то обзоры полезные, которые пытаются рассуждать на важные вещи без мата и без перехода на личности. Ну то есть это все вопрос такой вот реально взросление. Пока это действительно так, но если вы опять же посмотрите на топовых, как правило, они уже все-таки себя начинают отстраивать, у них есть какие-то тематические блоки, определенные рубрики, то есть они, в общем-то, медийно себя строят. Вот та же, например, Катя Клэп, которая здесь, я не знаю, насколько она авторитет сейчас для здесь собравшихся дам, но в свое время я за ней наблюдал, когда она только начинала расти, у нее все четко было, все расписано, у нее есть форматы, у нее есть темы, то есть она такая подружка на расстоянии была, но она выполняла свою социальную функцию и на самом деле даже неплохо, даже неплохо. Она не призывала колоться, бухать или там что-то делать плохое, она делала какие-то вещи там девчачьи, но, по-моему, довольно мило. Но это вот мастер-класс, на ваш взгляд, мы должны научиться хайпануть или должны научиться иметь какую-то социальную функцию? Нет, смотрите, ну в самом слове хайп ничего плохого нет, это, ну переводя на простой русский язык, ажиотаж или какая-то яркая тема, на которой хотят все прокатиться. А что у нас не хайпят что ли СМИ, а что у нас медиа не едут на какой-то теме, там катастрофа или какого-то тренда, все также занимаются Яндекс.Журналистикой. Посмотрели топ-5 в главной странице Яндекса. Нам тоже надо такое быстро сделать, чтобы опять же попасть туда, вот этот агрегатор условно. То есть, ну тут это, мне кажется, свойство просто в целом медиа. Другой вопрос, что если ты хайпишь, то ты же можешь взять эту тему для того, чтобы сказать что-то важное аудитории, а можешь для того, чтобы просто вылезти со своим я, да. Вот надо смотреть на тех, кто хотят сказать что-то важное на какой-то волне каких-то трендов, хайпа, как угодно. То есть, с этим пока проблема, да, безусловно. Но, по-моему, те ребята, которые делают в том числе обзоры на Ютубе, интереснее и симпатичнее, чем, например, то, что делал там в студии условный Малахов. Приходит к нему Соболев, безусловно, хайпануть, он уходит к себе в канал и говорит, ну на самом деле я пришел, я хотел сказать вот это, вот это, мне не дали, я вот так на самом деле важность хотел какую-то донести мысль. Вот, ну то есть, мне кажется, что всем нужно уметь работать с той повесткой, которая есть, хайповая она, не хайповая, и уметь вложить в нее какой-то смысл, ну ради чего мы, собственно, пишем или там снимаем. Наша цель, такая и цель. Если у блогера там цель делать обзоры на автомобиле, наверное, ему не обязательно комментировать там выступление Путина, но он может сесть на какой-нибудь тренд с темой безопасности. Он будет, конечно же, ловить все сообщения, где так или иначе связаны с авариями, там с безопасностью, то есть такие как бы хайповые, но он будет из них вытаскивать ровно то, что помогает ему донести свои мысли, свои какие-то идеи. Вот, то есть, нет, хайп это не страшно, ну, это просто, ну, как вот дождь или снег, да, ну, вот он есть. Он всегда был, есть и будет. Нам просто надо с ним работать. Ни хорошо, ни плохо. Мне кажется, это даже прекрасно, что есть такие инфоповоды, которые позволяют привлечь внимание аудитории и сфокусировать на что-то важное. Друзья, давайте скажем спасибо Максиму за очень интересный мастер-класс. Максима. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!